Здравствуйте! В эфире «Большая область» программы о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Иван Стрижов. Сегодня в выпуске. Старые проблемы нового Уренгоя. Ямальская тундра прирастает свалками. Кто виноват и что делать? Всех соседей расселили, а они остались. Почему одна из рулудских семей до сих пор живет в аварийном доме? Когда пить не страшно. В Тюменском районе решили одну из главных проблем села Кулакова. Приехали! В Урале начался сезон краш велосипедов. Одна из причин – беспечность самих горожан. Спасенный Олененок становится ямальской знаменитостью. В прошлой программе мы рассказывали, что недалеко от Тазовского месторождения нефтяники нашли малыша, который отбился от стада. Теперь Бэмби, а именно так зовут Олененка, стал настоящей звездой одного из центров социального обслуживания. Он не только радует глаз, а еще лечит, да и просто повышает настроение. Все подробности у корреспондента телекомпании студии «Факт» Юлии Гурьяновой. Он мгновенно становится центром внимания малышей и взрослых. Всем без исключения хочется потрогать, погладить, обнять, покормить. В общем, быть как можно ближе и как можно дольше. Малыш Бэмби в Гасталинском отделении Центра заботы во второй раз. Спасенный в тундре человеком, Олененок и сам сегодня не только дарит хорошее настроение людям, лечит. Считается, что терапия с животными эффективна при самых разных заболеваниях. От сердечно-сосудистых до лечения стресса и депрессии. И действительно, гладить его очень приятно. Одно удовольствие. Получается, он как биогенератор и издает электромагнитные импульсы, которые оказывают лечебное воздействие на человека. Но это не только, я говорю, оно доказано наукой. Все ученые, врачи, они пользуются этим. Особенно в больницах, где клясочники, дети с ДЦП, с умственной отсталостью. И дети идут, особенно, что потом речь развивалась через контакт с животным. Эмоциональная сфера у детей очень хорошо. Этого малыша нашел в тундре супруг Людмилы. Олененок отбился от стада и был очень слабым. Когда окреп, Гасталинка решила познакомиться со своими подопечными. Центр «Забота» дважды в неделю посещает пять человек в возрасте от шести лет и старше. Вместе кормили молоком и ягелем, учились спокойно сидеть, чтобы не напугать животное и аккуратно гладить, чтобы не сделать ему больно. К таким вот сеансам педтерапии, то есть терапии с помощью животных, с удовольствием присоединяются и дети специалистов «Заботы». Когда он пьет молоко, он топает копытом. И пьет молоко, так, как будто захлебывается немножко. Для меня это было счастье, очень был восторг. Я вообще не знала, и у меня были даже, можно сказать, слезы, счастье, что в первый раз я увидела олененка. Надежда Кадимова пришла сегодня с сыном и дочерью специально, чтобы показать им олененка. Шестилетний Тимур – особенный ребенок. Мама признается, реакция на знакомство очень эмоциональная и очень положительная. Ему очень нравятся животные. У нас кошки есть, и собака до этого была. Ему нравится, он играет, обращает на них внимание, тискает их. Также мы проходили как-то дельфинотерапию, ему тоже очень нравится. Хозяева Бэмби уже нашлись, он вырастет и будет жить в тундре. Но занятия с участием животных, вызывающие самые яркие эмоции и невероятный восторг, в центре заботы собираются проводить и дальше. Психолог Людмила Тессида признается, в планах выезд с подопечными в близлежащее стойбище. Юлия Гурьянова, Максим Епишин, Студия Факт. Ну а сейчас о том, что восторга явно не вызывает. Ямальские оленеводы говорят, что мусор в тундре становится настоящим бедствием. Для животных особенно опасны битые бутылки, обломки металлических конструкций, а также химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки. Тем временем в новом Уренгое обнаружены десятки несанкционированных свалок. Бороться с ними надо сообща, так решили сотрудники местной администрации прокуратуры. Как прошел рейд и что грозит нарушителям, расскажет корреспондент телекомпании «Ямал-регион» Юлия Перова. Чем дальше в лес, тем больше мусора. Ни с чем не сравнимый аромат северной тундры перебивает резкий запах гниющих отходов. Растаял снег, и в тундре вокруг газовой столицы, как грибы после дождя, выросли покрышки, и самый разнообразный мусор строительный и бытовые отходы. К сожалению, дары природы теперь скрыты здесь под толстым слоем мусора. Эти огромные пакеты, судя по одноразовой посуде с логотипами, принадлежат крупному сетевому кафе быстрого питания. Видимо, они даже не стали заключать какой-то договор, сэкономили деньги, и вот сюда все это забросали. За несанкционированные свалки, которые в Новом Уренгое исчисляются десятками, юридическим лицам грозит штраф до 250 тысяч рублей. И что, пожалуй, самое ценное в наказании – очистка территории. При повторном захламлении тундры можно лишиться не только крупной суммы денег, но и всего бизнеса. Повторное совершение административного правонарушения является отягчающим обстоятельством для наказания, и это уже будет в дальнейшем влиять на назначение наказания. Кроме того, статьей 8.2 предусмотрено приостановление деятельности. У крупных сетевиков с ликвидацией отходов дело обстоит строго. За нарушение санпинов можно лишиться франшизы, а плохая реклама разгонит потребителей. По закону, владельцы кафе должны иметь собственные контейнеры для отходов, которые вывозятся региональным оператором. Они приехали, забрали мусор и увезли на полигон. Дальше судьба его нам неизвестна. Я предполагаю, что кто-то в этой схеме недобросовно отнесся. Я не знаю, как в тундре оказался мусор. А владельцы вот этих отходов даже не попытались уничтожить улики с названием своего магазина. Насколько мы нашли по интернету, это бижутерию продают или еще что-то. Вот там, вы видите, можем видеть этикетки. Позвонив в магазин украшений, нам удалось выяснить, при ликвидации торговой точки была нанята транспортная компания. За 5300 рублей до полигона мусор она не довезла. Не знаю, почему он лежит в тундре. А вы были водителем, правильно? Да, я сам лично его возил. А на какой полигон вы его отвезли? На 16-й карьер. Давайте, знаете, как сделаем? Чтобы вот этих вот всех проблем, наверное, не было, я отправлю машину туда и пускай загрузят мусор, по-новому вывезут. В Новом Рингой уже выявлено более 60 несанкционированных свалок. Специалисты отдела земельного контроля намерены разыскать виновника каждой, в том числе и при помощи сотрудников полиции. И жить страшно, и переезжать некуда. С такой проблемой столкнулась одна из жителей Сургута. Поначалу все шло достаточно неплохо. 11 лет назад женщина купила долю в квартире. Прошло время, дом признали аварийным, и всех жильцов расселили. Все получили денежную компенсацию или новые квадратные метры. Все, кроме героини нашего следующего материала. Почему так произошло, выясняла корреспондент телекомпании Сургутинформ ТВ Анна Кучма. Заколоченные ставни, покосившийся фасад. Никаких свидетельств того, что на Саянской 6 в этой двухэтажке хоть кто-то проживает. Однако именно сюда нас пригласили жильцы, которые длительное время не могут улучшить свои жилищные условия. В квартире на Саянской Олеся Крылова живет вместе с двумя детьми. Младшему всего три месяца. С декабря прошлого года семья чувствует себя абсолютными хозяевами полуразрушенного дома. Кроме них в двухэтажке никого. Соседи Крыловых попали в программу по переселению и разъехались по новым адресам. Кто были собственники, они решили взять деньгами сами. У них полностью квартиры, оценки. Оценка квартиры, естественно, больше, чем им полностью посчитали. А собственники решили взять деньгами. А соц.найм, да, долго у нас кто-то выбирал квартиры, кому-то так, кому-то так не нравилось. Все равно всем дали то, что их устроило. Намного больше квадрата, естественно, дали, даже не такие, какие у них были. Ну, все вроде довольны. Предлагали сменить место прописки и самой Олесе. Но условия переезда сургутянку, мягко говоря, смутили. При оценке недвижимости чиновники учитывали только площадь комнаты, в которой проживают Крыловы. Это всего 16,5 метров квадратных. Коридор, ванная, туалет, кухня в смету не попали. Хотя в расчетках за ЖКУ, уверяет женщина, коммунальщики учитывают в том числе и эти помещения. Не учли, получается, общую площадь. Учли только комнату 16,5 квадратов. А оплачивая коммунальные услуги я с 2008 года по 28 квадратных метров. 28,3, если быть точным. Получается, по документам, как будто бы просто комната и сразу выход на улицу. Все. Больше ничего нет. Ни туалета, ни ванной нет. Получается так у меня. В общей сложности сургутянке предложили компенсацию в районе 800 тысяч рублей. Женщина говорит, даже на самую скромную квартиру в Сургуте этих денег не хватит. Увеличить сумму безосновательно чиновники, конечно же, не могут. Необходимо решение суда. В случае, если суд признает за ней право на 28,67, произведем оценку и, соответственно, выплатим эту сумму семье Крыловой. С ней состоялся диалог. Она подтвердила, что у нее такая цель, что она согласна будет, когда произведут оценку на ту выплату. У нас сейчас ориентировочная оценка за квадратный метр составляет 90-96 тысяч рублей за метр квадратный. По оценкам юристов, подобные разбирательства могут тянуться не один месяц. Сургутянка говорит, можно было бы на это время переехать в более комфортное съемное жилье. Но, опять же, для их семьи это накладно. Да и оставлять без присмотра квартиру не хочется. Олеся вспоминает, как у нее на глазах за 10 минут до тла сгорела соседняя двухэтажка. Тогда обошлось без жертв. В отличие от Саянской 6, дом был уже полностью расселен и готов к сносу. Более двух третей соотечественников участвовали в благотворительной деятельности, по крайней мере, за последние годы. Это выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. Жители Губкинского не исключение в городе реализовали очередной благотворительный проект. Подробности в репортаже корреспондента телекомпании «Вектор» Елены Шестаковой. Подними ручку, сделай доброе дело. Фонд «Дорогами добра» с Ямала установил в городе контейнеры для сбора вещей. Это стало возможным благодаря президентскому гранту, который фонд выиграл в этом году. Один контейнер расположен на входе в торговый центр «Меркурий», второй – на улице Набережной, рядом с фондом. Вообще это очень удобная процедура в плане того, что не нужно ждать волонтеров, когда приедут, или самим не нужно ждать волонтеров, чтобы прийти там занести. Люди могут в любой момент прийти, вечером, утром рано, поехав на работу или на обед, положить, оставить и все здесь. Мы потом приходим в течение 2-3 раза в неделю, мы опостушаем эти контейнеры. Из контейнеров вещи отправляются на сортировку. Обычно это современная одежда и обувь. Но порой попадаются предметы с историей. Нам часто приносят необычные вещи, раритетные, старые, 80-х годов, детские, взрослые. Мы их убрали, хотим сделать комнату типа музея. Также приносили и старинные часы, мы их передали в музей. Остальное волонтеры готовят для передачи нуждающимся семьям. Те вещи, которые в надлежащем состоянии, мы их складываем и отправляем на полки. Те вещи, которые немножко нужно простирать, либо еще что-то. Стираем машинки, отглаживаем, сушим и, соответственно, сортируем на полки. И они будут готовы для выдачи людям. Современные стеллажи для одежды и обуви, парогенераторы и стиральная машина были приобретены фондом в рамках проекта «Губкинский город добрых дел». Это «Большая область». Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Когда пить не страшно. В Тюменском районе решили одну из главных проблем села Кулакова. Приехали. В Урае начался сезон краш велосипедов. Одна из причин – беспечность самих горожан. Настоящий праздник пришел в Кулакова Тюменского района. Сети, находящиеся в селе, подключили к магистральному водоводу. А это целые десятки километров проложенных труб. Вопрос назрел уже давно. Качество воды оставляло желать лучшего. И это еще, ну, в общем-то, мягко сказано. В общем, не попить, не даже светлые вещи постирать. Теперь, благодаря конституционному соглашению, все проблемы позади. С подробностями корреспондент Тюменской службы новостей Юлия Никифорова. Каждая капелька на вес золота, домашние овощи, по словам Любови, точно обойдутся дороже магазинных. Ведь, чтобы полить грядки, семье Лагуновых приходится ездить за водой в Тюмень. А еще стирка, уборка, готовка. И так в течение нескольких лет. Поливать же нужно. Каждый день, летом. Очень много воды уходит. Ездим в город, набираем бутылки, привозим. Здесь у нас деревни тоже есть, можно набирать. Но мы в город ездим. Плохая пока вода. Для стирки не подходит. Вещи портятся. Берем городскую воду, привозим в бутылках, наливаем. Сливаем, выносим. Сейчас в Кулаково живут две с половиной тысячи человек. Качество воды было главной проблемой селян. Решали по-разному. Одни, как любовь, ездили в город с бутылками. Другие строили колодцы, бурили скважины. Однако в подземных источниках было слишком много железа. В течение многих последних лет в администрацию муниципального образования поступали просьбы обращения граждан по этому вопросу. Ежегодно на сходах граждан в центре внимания находилась данная проблема. Решилась проблема только сейчас. Чистую воду в Кулаково провели по концессионному соглашению, которое было заключено в 2019 году между администрацией Тюменского района и водоканалом. Строительство началось прошлой осенью. За это время специалисты проложили больше 25 километров сетей. Воду по трубам уже запустили. Водоснабжение в Кулаково было и раньше. Однако ресурс поступал из местных скважин. Теперь чистой водой жители будет обеспечивать Митилевский водозабор. Подключиться к Кулаковским сетям смогут и 1700 жителей села Луговое. До недавнего времени сложная ситуация с водой была во многих населенных пунктах Тюменского района. Об этом узнала вся страна. Широкий резонанс проблемы получила после прямой линии с президентом России. Жительница Каскары рассказала Владимиру Путину о том, что им приходится ездить за водой в соседние деревни и села. Ездим за водой в соседние села. Но изначально в соседнем селе была колонка, которую потом срезали. И теперь мы закупаемся водой в бутылках в Тюмени. Глава государства дал поручение исправить положение. И уже в 2020-м в Каскару, Ембаево и Тураево стала поступать вода. Работы по прокладке без малого 45 километров труб завершили с опережением графика. Теперь в планах обеспечить ресурсом другие объекты. Следующий большой рывок это Червишево-Анохина будет именно вода. То направление. То есть тоже магистральный водовод 30 километров. Кроме того, через несколько лет чистая вода придет и в поселок Андреевский, а также в Мальково и Горьковку. Всего проложено больше 50 километров сетей. Бюджет концессии почти 5 миллиардов. В программу вошли 12 муниципальных образований. Чистой водой обеспечат почти 130 тысяч жителей Тюменского района. Юлия Никифорова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей. Парковочные пространства, внутриквартальные проезды и состояние отремонтированных в прошлом году дорог. Именно на этом сконцентрировали свое внимание депутаты Нижневартовска. В ходе рабочей поездки также проверили качество асфальта и узнали, когда будут демонтированы брошенные деревяшки в центре города. С подробностями корреспондент телеканала «Самотлор» Екатерина Королева. Одну из остановок сделали возле комплекса домов номер 27 по улице Мира. По конкретно этому проезду обращение уже не впервой. Парковочных мест практически нет. Утром здесь в две машины разойтись практически невозможно. И та сегодняшняя ситуация с ямами. Плюс ко всему не обеспечена еще и пешеходная дорожка здесь, выход на улицу Мира. Подобная ситуация есть и в других микрорайонах. Депутаты уверены, что внутриквартальные проезды необходимо приводить в порядок. К сожалению, пока в бюджете этого года средств на ремонт внутриквартальных проездов нет. Поэтому нужно определить источник финансирования на ремонт внутриквартальных проездов. Спасибо. Тогда этот вопрос мы поднимем на комитете по горхозу и безопасности. Что делать в данной ситуации и как ее решать, депутаты обсудят на заседании профильного комитета. Здесь же поднимут вопрос с содержанием и обслуживанием дороги по улице Пикмана. Ну вот, качество асфальта, это понятно, уже крошится. Вон оно везде. Вот этот лючок уже открыт, я вам скажу, больше недели. Когда его закроет эксплуатирующая организация? Ну, наверное, когда в аварию кто-то попадет. Вот этот дальше бордюрный камень, который весь уничтожен и поврежден. Они же сами должны были содержать в достойном состоянии. Нужна такая эксплуатирующая организация по новому контракту или не нужна? На заседании комитета депутаты также обсудят перспективы существования двухэтажного дома номер 33 по улице Пионерской. На соседнем пустыре в ближайшем будущем планируют построить небольшой торговый центр. Такое решение принято с учетом мнений жителей соседних домов. А деревянное здание рядом, у которого есть собственник, продолжает стоять заброшенным. Внешний вид неприглядный. Рядом с ним мусор, который никто не убирает. Такая же картина и возле двух расселенных ветхих строений на улице Мусаджалия в районе УВД. До сих пор стоят два барака, до сих пор не снесенные, в центре города нашего. Когда уже можно было здесь порядок наводить, я вот до сих пор выяснить не могу, в чем же проблема. Подрядчик выйдет на объект и до конца месяца планирует снести строение и вывести мусор. Екатерина Королева, Александр Составов, телеканал Самотлор. Подобные рабочие пояски в эти не проходят по всей большой области, особенно когда после зимы что-то надо переделать. Например, в Тобольске подрядную организацию, которая ремонтировала одну из улиц города, обязали устранить выявленные недостатки. С подробностями корреспондента телеканала «Тобольское время». Капитальный ремонт этого участка завершился еще в 2020 году. Дорогу обновили от улицы Кирова до Дзержинского. Но специалисты в этом году выявили дефекты. Гарантия не вышла, поэтому подрядная организация устраняет недостатки. Ведутся работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, на котором образовалась колейность и сетка трещин. То есть это необратимые деформации, которые нужно в рамках гарантийных обязательств устранить. Просадки и другие дефекты появились на дороге после зимы. Семь единиц дорожной техники, самосвалы, асфальтоукладчик, дорожные катки и другие пустили в дело. Рабочие помогают решить этот дорожный нюанс. Подгорная часть Тобольска преображается. Позитивные изменения жители заметили давно. Мне до родителей удобно ходить в гости, когда хочется прогуляться. Под гора тут живет, дети катаются на велосипедах. Для безопасности даже детей, чтобы дети ездили. На самокатах и на велосипедах дети катаются. Для их же безопасности, чтобы такие дороги были. Дороги, базарная площадь, вот нравится всем детям. В принципе, везде стало хорошо. Обновление улицы Ленина продолжается. Работа уже кипит на других участках. Кроме того, подрядная организация на сегодняшний день ведет работы на втором участке от улицы Держинского до улицы Гагарина. Срок окончания работ 31 августа 2021 года. В отдаленном районе города почти сделаны тротуары и велодорожки. В скором времени обновится и проезжая часть. Анастасия Плюснинаша, Эмиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Айфон за прививку. На Ямале стартовал розыгрыш ценных подарков среди тех, кто привился от коронавируса двумя компонентами. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте акции, получить код подтверждения и следить за розыгрышами. Их будет три. 1 и 15 июня, а также 1 июля. Кроме айфонов, среди призов, умные часы, беспроводные наушники и другие гаджеты. Идея привлечь жителей округа к вакцинации таким образом принадлежит медицинскому сообществу Ямала. По данным профильного департамента, к середине мая прививку уже поставили почти 70 тысяч жителей автономного округа. Больше половины из них оба компонента. С наступлением весны жители Большой области стали активно пересаживаться на велосипеды. Вроде бы все хорошо. Здоровый образ жизни, бодрость духа. Да и в отличие от автомобилистов, не надо искать парковку или тратиться на бензин. Главное следить за своим двухколесным транспортом. По словам экспертов, самый горячий период краш начинается в июне-июле. Но заявления от пострадавших начинают поступать значительно раньше. Подробности в репортаже корреспондента медиахолдинга «Западная Сибирь» Елены Шамшаевой. Велосипед, он пристегнут именно устройством. В случае, похитить уже будет затруднительно. Полицейские проверяют, пристегивают ли свои транспортные средства жители дома. Как показывает практика, так сознательно поступают не все урайцы. С наступлением теплого времени у нас люди стали кататься на велосипедах, на гироскутерах, на самокатах, на роликах. И, к сожалению, относятся очень недобросовестно к своему имуществу. То есть, зашли в магазин, оставили велосипед, не пристегнули. На ночь никто не хочет заносить в квартиру, на пятый, на четвертый этажи. Заносить тяжело. И люди оставляют прямо в подъездах. Кто-то возле подъезда прямо оставляет. Правоохранители отмечают именно детские велосипеды. Сегодня в зоне особой опасности. Подростки неумышленны, а по беспечности оставляют без присмотра транспорт, провоцируя тем самым своих товарищей взять и прокатиться на чужом велике. К родителям особая просьба. Дети маленькие заигрываются, забывают про свои велосипеды и прямо оставляют их на площадках детских. После чего родители приходят и пишут заявление о том, что велосипед был похищен. Действительно, уже есть у нас заявление о кражах велосипедов. Поэтому мы просим отнестись к этому внимательно, особо внимательно. То есть, все свои велосипеды мы просим пристегивать специальными устройствами. Для этого есть у нас замки различные. Сотрудники полиции всеми силами пытаются предотвратить кражи двухколесного транспорта. Оперативники забирают брошенные без присмотра велосипеды в отделение ОМВД. В случае чего граждане могут обратиться в полицию, для того, чтобы уточнить, не находятся ли у нас их велосипеды. Но убедительно просим все-таки следить за своим имуществом. Забрать двухколесника с хранилища можно, предъявив паспорт и документы на свое имущество. Избежать подобных хлопот проще простого. Главное оставаться бдительным и внимательным. Тюменские мотоциклисты официально открыли сезон 2021. Сотни байкеров собрались на парковке на улице Лебашевской. В одном месте оказались мотоциклы самых разных классов, что редко увидишь на улице. Здесь же развернулась выставка мототехники и ретроавтомобилей. Гвоздь программы «Мото Джим Хана», то есть спортивное фигурное вождение на мотоциклах. Были и другие конкурсы для байкеров. После основной программы «Мотоколонна» проехала по улицам Тюмени. Цель мероприятия – привлечь внимание автомобилистов к появлению двухколесных на дорогах. Это мероприятие проводится для того, чтобы город понимал, что открытием мотосезона выехали на дороге мотоциклисты, чтобы водители понимали, водители автомобилей, что нужно будет максимально быть аккуратными. В принципе, вот это основная задача. Вы смотрели «Большую область» в студии работал Иван Стрижов. Всем хорошего настроения и большого человеческого счастья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова